итак дорогие друзья всем доброе утро извиняюсь за опоздание всем доброе добрейшее утро и мы продолжаем изучать тору продолжаем изучать тору видите три канала у нас есть три канала это удивительная вещь вообще да что можно прям по во весь мир из одного места сижу себе в иерусалиме и изучают то что царь соломон написал три тысячи лет назад и меня слушают люди по всему миру просто еще в трех разных социальных сетях напишите пожалуйста давайте кто хочет писать о шалома симферополя да то есть кто где находится чтобы все каждый день осознавали это чудо в котором мы живем то есть мы не понимаем насколько чудесный мир мы в него вошли мы как бы да как должно ну да типа вот интернет вот уроки тор из иерусалима вот самолеты летали мы как бы это не ценили и для того чтобы это оценить нужно вначале потерять а потом тогда ты начинаешь ценить шалом из омска да представляете что из иерусалима в омск сигнал идет раньше чтобы доехать из иерусалима в омск письмо отправить вот например сидел там человек какой-нибудь в иерусалиме и писал письмо раввину в омск это письмо до омска доходила через год в лучшем случае ну год это я говорю лет пятьсот назад или там тысячи лет назад а может никогда бы не доходило тысячи лет назад омска еще не было иерусалим уже был шалом из вены да ухты из вены из разных разных городов хайпа смотрите я сейчас и за есть у нас в ютюбе юрий моисеев из горишних плавней горишни и плавник где-то интересно горишни и плавник хорошо друзья так как многие нас смотрят в записи и мне интересно наша утренняя перекличка мы больше нас смотрит записи чем прямом эфире прямом эфире обычно смотрит около трехсот человек а в записи смотрят три тысячи каждый день и поэтому начинаем сразу урок значит мы дошли до 23 главе 23 глава мишлей и мы дошли до того что значит первый второй отрывок царь сам он здесь 23 главе раз разворачивает такую линию что если ты будешь если ты будешь кушать с властителем пойми кто перед тобой да то есть ты должен быть осторожен властители это самые опасные люди в мире это властители любой властитель у него вот так руки по локоть в крови даже у самого доброго потому что он должен все равно добрый властитель он должен защищать свой народ от злых властителей и он как царь давид он был добрый невероятно добрый но бог ему сказал что ты храм не построишь потому что у тебя руки в крови а храм должен строить тот кто тот кто добрый но не убийца и получилось что его сын царь шломо который был очень добрый и он хотя тоже мы знаем когда он вошел на царство то те кто восставали против него царь сам он их уничтожил потому что есть история закон что тот кто пришел убить тебя встань убей его первым и для того чтобы защитить себя или других людей но царь сам он построил все таки построил он первый храм и предупреждает нас что с властителями будь осторожен во втором отрывке мы изучили что насколько надо быть осторожен что нужно представить что нож уже стоит возле твоего горла и этот нож он заставит тебя быть состоянии постоянного осознанного такого осознанности и осознанности и самоосознания у меня есть один друг который занимается вначале он назывался ножевым боем а сейчас он занимается опасными бритвами ну так вот час крутит двумя опасными бритвами и значит если он на секунду отвлекается это глубокий порез и он вот как раз выполняет то что царь салмон сказал что пристав нож к своей городу к своему горлу если ты больный байл нефеш если табу управляет твоя животная душа и тогда животная душа чтобы ты управлял нужно именно вот такой стресс он как раз это и делает для того чтобы тренироваться в состоянии стопроцентной осознанности дальше третий отрывок мы выучили не вожелай явстиву ибо хлеб обмачивай то есть все чем тебя та гречка которая тебя кормят власти и те развлечения которые они дают простому народу в виде салютов в виде выходных дней и так далее все это для того чтобы на самом деле забрать у народа и власть она по сути своей она антинародная то есть она держит людей в повиновении любыми путями и старается эту власть удержать то есть большая часть времени властителя направлена на то чтобы удерживать свою власть и но они хитрые у них есть очень много таких исторических есть книга матья вели написала эта книга называется государь где он описывал все вот эти вот анти анти обычно антиморальные приемы которыми власть удерживает себя на власти да и обманывает народ хорошо теперь значит четвертый отрывок уже больше касается простых людей которые которые во власть не лезут да то есть лезть во власть это уже такая можно сказать нельзя сказать что это клиника но это это ну какое-то отклонение от нормы а четвертый отрывок он относится к большинству людей большинство людей сказал нам царь соломон большинство людей альтигали ашир он говорит не старайся разбогатеть мебинатхо хадаль оставляя занятия мудростью говорит он нам конкретно четко просто и понятно альтигали ашир не старайся разбогатеть мебинатхо хадаль отдаляясь от занятий мудростью давайте чтобы было понятно пятый отрывок он объясняет четвертый вместе их потом разберем в пятом отрывке он объясняет четвертый и говорит атаив энеха вейнэйно ки аса ясэ лёг нафаэм кенешер яуф яуф ашамаем дословно переводится так атаив энеха когда ты уберешь от него глаза то есть когда ты отведешь от него взгляд вейнэйно и нету его уже ки ясэ потому что сделает ему к нафаем крылья яуф ашамаем и он улетит в небеса значит половина комментаторов говорит что так как это относится к четвертому отрывку то пятый отрывок что когда ты отведешь от него глаза но сразу улетает относится к богатству а половина комментаторов говорят что что когда ты отведешь от него глаза это относится к бина к мудрости значит то да она относится и к этому и ты к этому как она работает смотрите вот это вот бина бина качества ума это умение видеть причина следственные связи умение видеть на шаг вперед на шаг назад на два шага вперед на два шага назад то есть бина это когда ты интеллектуально осознанно разбираешь ситуацию на какие-то кусочки это называется качество бина теперь если ты отводишь свое внимание от бины от перестаешь ей заниматься то есть ты перестаешь обдумывать осознавать сопоставлять считать то естественно твой ум сразу улетает куда улетает на шамар то есть ты в небесах у тебя внимание становится сразу рассеянным если ты не напряженно размышляешь и не стараешься понять в этот момент ты уходишь на инстинктивный автоматический режим и того управляет то что мы каждое утро себе желаем в шмай сраэль не управляться этим мы говорим каждое утро лото туру ахарели вов хэм вахарейный хэм не блуждайте влекомые сердцем вашим автоматическим мышлением и глазами вашими которые цепляются за внешний мир которые вообще полностью не под твоим контролем теперь получается что человек который он осознает свою жизнь то есть это качество бина он должен постоянно быть осознанным напрягаться и он если от этого отвлекается то тогда четвертый отрывок давайте вспомним значит говорит царь сам он не старайся разбогатеть отвлекаясь от твоей бины значит как можно отвлечь то есть смотрите у человека есть желание разбогатеть но что такое разбогатеть где граница что такое разбогатеть сколько это и обычно человек который просто включил у себя вот это тягло разбогатеть он остановиться не может говорил нам царь соломон есть у тебя 100 ты хочешь 200 есть 200 ты хочешь 400 есть 400 ты хочешь 800 то есть это бесконечный бесконечный путь если человек продолжает изучать тору и заниматься усилением своей бины он рано или поздно задать задать себе вопрос а неужели удвоение денег принесет не удвоение счастья или же если посмотреть на несколько шагов назад то удвоение денег приносила не удвоение счастья а удвоение забот удвоение сложности в жизни удвоение каких-то тревог которые появляются в жизни, так зачем спросить себя человек осознанный и сообразительный, зачем мне удваивать и гнаться за богатством, если то богатство, которое у меня было, оно мне, как учили мы в Пертеевод, морбенихасим, умножаешь имущество, умножаешь заботу. Оно мне приносило умножение заботы, но не умножение счастья. Но обычно человек же не может остановиться, и если он обжора, так он ест без остановки, если он лентяй, так он уже и встать не может. Если он включил у себя тягу к богатству, тогда он отвлекается от сообразительности, у него тяга к богатству ничем не отличается от тяги к обжорству, то есть это просто автоматический режим, в котором он живет без остановки. Теперь отведешь глаза от него, и улетит оно на небо. Если речь идет о вене сообразительности, да, так оно и есть. Вот ты осознанный, вот ты осознаешь, где ты, кто ты, осознаешь секундность настоящей реальности и иллюзию всего остального, размышления о прошлом, о будущем. Когда ты перестаешь это осознавать, и ты включаешься в какой-то процесс, бизнес-процесс, работа там и так далее, оп, ты улетел, ты уже не в себе. То есть человек проводит целыми днями, как во сне, целыми месяцами, как во сне. Он в каких-то там бизнес-схемах, работах и так далее, но он не в себе, он не замечает вообще, жизнь мимо проходит, он вообще ничего не замечает. Теперь отведешь глаза от бины, от мудрости, она улетела. Теперь, ну а богатство, оно разве надежное? Богатство тоже ненадежное, потому что само понятие богатства, оно вообще не имеет никакого определения, потому что я привел, например, здесь в комментарии, я посмотрел, как у людей улетали в секунду богатство. Самый яркий пример я нашел, когда человек в 2012 году заработал 30 миллиардов долларов. В 2012 30 миллиардов долларов, а в 2014 его состояние, его компания было минус 1 миллиард. То есть он 30 потерял, и еще минус 1 миллиард, это были долговые обязательства. И такое бывает сплошь и рядом, то есть я на своей памяти видал очень много людей, которые были богатыми, и потом они просто превращались в минус, всем должны, все теряли. Поэтому богатство улетает, мудрость улетает, а что не улетает, все улетает, все улетает. Поэтому человек должен очень осознанно относиться к той реальности, в которой он находится сейчас, и строить эту реальность сейчас, исходя из чего. Значит, мы, так как мы изучаем Тору, поняли, что раз бог сотворил мир, значит, бог и сообщил, как в нем жить. Это Тора, и Тора нам регламентирует сегодняшний день, здесь и сейчас, очень четко. Ты выполняешь заповедь Всевышнего, Всевышний о тебе заботится. Есть у меня одна из самых любимых, Мишнает, Спертия, вот, получение отцов есть такое, мы тоже раньше изучали. Там написано так, что Амикабель Аллаф Оль Тора, тот, кто принимает на себя ярмо Торы, то есть берет на себя ярмо Торы, Маверимиме мено Оль Малхут в Ольдер Херец. С того снимают ярмо Малхута, вот этого царства, с того снимают ярмо вот этих вот мошлим, властителей, царство это властители, в Ольдер Херец, и ярмо забота о пропитании. Потому что обычный человек, он живет, он все время заботится, у него полный холодильник, у него есть деньги, а он все волнуется, копит, копит, что на черный день. Как есть известная история, как Рабинович уже старый, ему лет 70, и он сидит со своим другом, тоже старым таким, и говорит ему, да, говорит, Сема, я всю жизнь копил на черный день, ты даже не представляешь, сколько я скопил. И я, говорит, все жду, когда же он наступит, чтобы эти деньги-то потратить. А он никак не наступал, это черный день. И, ну, многие, например, копили на черный день, как моя бабушка всю жизнь наработала, копила-копила деньги. Бася, Бат Михаил, чтобы была Лейлу, Нишама, чтобы поднялась ее душа сейчас на более высокие уровни, потому что только Тора является той валютой, которую можно унести на небо. Его часы, это Торок Торы, пускай будет для поднятия души Бася, Бат Лея, Бат Михаэль она была. И, значит, всю жизнь она работала-копила, у нее на книжке, на сберкнижке собралась огромная по тем временам сумма. Она шила шапки, сидела, свое здоровье потеряла, всю семью она содержала, работала день и ночь, шила шапки. И потом, бах, и потерялись все эти деньги, сгорели, представляете? Вот так вот. Поэтому предупредил нас царь Соломон, предупредил нас он, и давайте это прям еще раз повторим и запомним. Аль Тегали Ашир, Мебинате Хахадаль. Не старайся, не упирайся разбогатеть, отрываясь от бены, отрываясь от сообразительности, от занятий мудростью. Потому что мудрость это самое ценное состояние. То есть есть знание, а есть умение размышлять, анализировать и делать причинно-следственные связи. Аль Тегали Ашир, Мебинате Хахадаль. Отдаляясь от мудрости. То есть можно стремиться зарабатывать деньги, но не отрываясь от мудрости. То есть мудрость это то, что требует постоянного усиления, постоянных занятий. И дальше. Уберешь глаза, и нет ее. К ней как пределаны крылья, и улетят они как орел в небо. И богатством улетает, и мудрость. Мудрость улетает тоже. Все, на этом мы сегодняшнее занятие заканчиваем. Два отрывка мы выучили. Самое главное это не услышать и понять, а запомнить и применить. Поэтому сейчас лучше пять минут подумайте над тем, что мы изучили. Очень классно это записать, написать три свои вывода. Обсудить с кем-то, поделиться. Подумать, как вы можете это применить в своей жизни. Потому что опять же мы изучали уже впервые вот что. Тот, кто учит, чтобы обучать, тому с неба помогут и изучать, и обучать. Тот, кто изучает для того, чтобы применять, делать, тому с неба помогут и изучать, и обучать, и запомнить, и сделать. Все, удачи всем успехов, чтобы было хорошее благословение. Шаббат шалом. Всем, кто соблюдает шаббат, шаббат шалом. Кто не соблюдает, советую начать соблюдать шаббат. Потому что шаббат это знак, это главный знак, что ты понимаешь и осознаешь, что Бог шесть дней сотворял мир, а седьмой день он остановился, и это шаббат. И когда ты это создаешь, и ты седьмой день, ты останавливаешь свою работу и посвящаешь целый день соединению с Богом, то есть изучению Торы, выполнению заповедей, это не отдых, что ты должен валяться и все. Ты должен, этот день посвящен тому, что ты останавливаешься и соединяешься с Богом. Потом опять шесть дней работаешь, седьмой день останавливаешься и соединяешься с Богом. Шаббат шалом, всем удачи, успехов, пока.